Расскажите, что для вас значит путешествовать. Путешествовать? Ну, пожалуй, для меня путешествовать это значит жить полноценной жизнью. Это по-другому не скажешь, но, наверное, все-таки какой-то есть в человеке отроганный инстинкт познавать себя и познавать окружающий мир. И путешествие, оно, наверное, можно подразделить на два вида. Путешествие внутрь себя и путешествие по миру. То есть, как бы, вот такое... Два в одном. Да, два в одном, да-да-да. И да, действительно, когда человек движется, путешествует куда-то, он несет в себе тоже целый мир. И вот это соприкосновение внутреннего мира с внешним миром, наверное, больше всего и привлекает людей, Ну, кто-то сказал из наших классиков 19 века, «В дороге человек ближе к Богу». Это о чем все сказано. А вот конкретно велотуризм? О, велотуризм. Пожалуй, это самый велосипед, это самый удобный вид транспорта для путешественника. Ничего не заменит человек, как бы, ходьбу человека, да? Но это ближе всего, как раз, вот, к скорости пешехода. Уже имея другую скорость, человек воспринимает меньше и чего-то теряет. А здесь ты практически почти ничего не теряешь в восприятии, почти скорость пешехода, и вместе с тем массу удовольствий приобретаешь, как бы, в отличие от пешехода. Во-первых, у тебя больше возможностей, у тебя шире, как бы, размах твоих путешествий, ты в единицу времени можешь преодолеть большее расстояние, унести больше, увезти больше на велосипеде ты можешь. И, вдобавок, лямки рюкзак не тянет, так как иногда мучаешься, спина потеет и все прочее. А здесь уже, как бы, удовольствие от того, что у тебя свободные твои руки, ноги, и, в общем-то, не загружены практически. И очень масса удовольствий велосипед приносит. Путешествия в велосипеде можно покорить не только, наверное, а даже лунный пейзаж. Расскажите о своем самом-самом первом велопоходе. Я не могу сказать, что мой первый велопоход, наверное, в этот далекое прошлое, но что я очень уж, как бы, вот, я как раз, мое первое пешее путешествие в детстве состоялось, когда я выступил руководителем похода и повел группу из своих сверстников в лес, в поход. А вот велосипед я, пожалуй, не был никогда таким, как бы, ну, лидером, что ли, в этом. И мой первый велосипедный поход, наверное, очень, очень в поздние годы состоялся. И если как просто его воспринимать, не как вот детские катания на велосипедах, а просто как велосипедный поход. Вот. Скорее всего, вот, я считаю себя учеником от Валерия Вячеславовича Воробьева, потому что он для меня, как бы, как пример велосипедный. И, пожалуй, он даже завлек меня в эти походы, что мой велосипедный поход стоялся довольно поздно, и, наверное, он сразу был довольно продолжительным. Это поход по Японии на велосипедах. Три месяца. По зимней Японии. Так, чтобы у меня были раньше, ну, могу сказать, что только до этого похода, до похода по Японии на велосипедах, я съездил в одиночку на велосипеде на свою родину. Это 500 километров от Иваново, на юг, строго на юг, и попадаешь в мою деревню, в Резардской области. Глухую, забытую, и уже сейчас несуществующую. Вот это, пожалуй, был, наверное, один из первых таких походов. 500 километров на велосипеде. Расскажите о каком-нибудь самом таком, ну, одним из самых ярких таких вот моментов в походе. То есть что-то, может, больше все запомнилось, так самое, впечатлительным, эмоциональным было. Ну, наверное, когда мы тащились с велосипедами на зимнюю фунзияму, это было здорово, потому что мы попадали в такие, как бы пересекали зоны с набором высоты, мы попадали, как бы, и из лета в зиму, и потом опять из зимы в лето. Наверное, это самое такое... Причем очень короткое время. Мы на Фудзияме встречали новый 1998 год на склонах горы Фудзияму, и это путешествие на велосипеде. Правда, мы велосипед не потащили с собой на... ну, на точку, где мы встречали этот Новый год. Это была довольно большая высота, уже около 3000 метров, вот, а велосипед оставили на двух километрах, то есть на двух километровой высоте. Вот, и дальше шли пешком. Ну, а так, в принципе, путешествие на велосипеде по Австралии тоже впечатляет, когда тащишь литров 20 воды с собой каждый день, и стараешься пополнять, и стараешься ни одного грамма воды зря не истратить, потому как самое страшное в Австралии путешествие по австралийской пустыне – это обезвоживание. Причем оно наступает незаметно, человек быстро теряет сознание, и, в общем-то, потерь влаги очень большая. Ну, а положа руку на сердце, любое путешествие на велосипеде по Ивановской области, по родному краю, доставляет не меньше удовольствия, чем по Японии и Австралии. Это правда. Потому что велосипед я очень люблю, и не могу сказать, где лучше, где хуже. Любое путешествие на велосипеде не доставляет массу удовольствия. А что бы Вы посоветовали тем, кто хочет заняться велосипедным туризмом, вообще туризмом, что бы Вы им пожелали такое напутствие? Ну, то есть, как немного сказано, путь к самой высокой вершине начинается с первого шага. И, наверное, сначала полюбить природу, полюбить Россию, полюбить свою родину, а потом уже как бы начинать путешествовать. И сами путешествия, они, ну, никогда не принесут удовольствие человеку, если он не любит это дело. И, ну, я не знаю, прежде всего вот это вот. Любовь. Любовь, вера, надежда – это всё, что движет любым путешествием, наверное, и любым человеком, даже если занимается в других областях. Вот таким образом. Спасибо. Да, вам спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok